В эфире новости 24 часа в студии Екатерина Забенько. Здравствуйте! И вначале коротко о главном. Праздничный старт торжества, посвященный Дню Независимости, начинаются сегодня во Дворце Республики. Сотни поздравлений, сотни достойных людей Беларуси. Своих обладателей нашли сегодня медали за трудовые заслуги и Франциска Скарины. Третья не лишняя новая детско-юношеская школа по академической гребле открылась в Минске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартует сегодня в Минске. В эти минуты во Дворце Республики начинается торжественное собрание. В нем принимает участие президент Александр Лукашенко. Среди приглашенных известные и заслуженные люди страны, зарубежные гости и ветераны. Во время праздничного концерта на сцену Дворца выйдут лучшие музыкальные коллективы. В их выступлениях будет отражена история Беларуси от военных лет до современности. Концерт обещает стать одним из самых масштабных за последние годы. Пресечь границы времени и пространства, не отходя от телеэкрана, поможет СТВ. 3 июля, в День независимости, наш канал проведет масштабный телемарафон «Мы – народ Беларуси». Это 18 часов прямого эфира с включениями из-за рубежа, общением со знаменитыми людьми. Разумеется, в прайм-тайм СТВ будут и участники освобождения Беларуси. С нашими зрителями они поделятся своими нигде ранее не опубликованными воспоминаниями о том, как это было. Помогут перенестись в прошлое также ведущие корреспонденты СТВ. Они не только расскажут, но и покажут, чем жили люди земли белорусской ровно 70 лет назад. Кстати, не обойдет телемарафон СТВ и послевоенный период. Фактами о восстановлении страны поделятся гости в студии. Затронут они период уже суверенной Беларуси. Как это будет, смотрите в четверг на СТВ. Мы будем работать в этот праздник, но работать от души для души, потому что действительно это гордость. Это день независимости нашей страны. Я, кстати, к марафону готовлюсь уже заранее. Меня дед воевал, он дошел до Берлина. Я принесу в студию его фотографию. Я не буду открывать все тайны. Я могу сказать единственное, что будет возможность пообщаться с большим количеством интересных людей. Тех людей, которые в той или иной степени влияют на ситуацию в стране. Мы очень будем стараться. Поэтому всех с наступающим праздником. Отмечайте, радуйтесь этому замечательному событию. И смотрите наш марафон, телемарафон с говорящим названием «Мы народ Беларуси». Награды за труд и высокие достижения сегодня вручил премьер-министр страны Михаил Мясникович. Сто человек, представляющих самые разные профессии и сферы деятельности, получили высокую оценку и благодарность за исполнение своих служебных обязанностей. Каждый из них внес существенный вклад в развитие и процветание нашей страны. Сегодня среди награжденных большая группа работников промышленного комплекса. Действительно, вы вносите большой вклад в экономическое развитие Беларуси. Наша страна индустриальная. Какие мы сегодня имеем результаты? За пять месяцев текущего года валовый внутренний продукт страны составил 27 миллиардов долларов США. А по итогам года достигнет максимального значения в истории нашей суверенной страны. 72 миллиарда долларов. Своих обладателей нашли сегодня медали за трудовые заслуги и Франциска Скорина, а также благодарности от президента. Среди награжденных руководители предприятий простые сотрудники, спортсмены, артисты, медики и преподаватели. Многие из героев сегодняшнего торжества преуспели в сфере IT. Слова благодарности прозвучали также в адрес налоговиков и таможенников. Я оцениваю сегодняшнее событие как признание того, что здравоохранение Могилевской области развивается. Это аванс, я думаю, для нашего коллектива. Не только для меня лично. Награда эта действительно очень важна не только для меня, как для руководителя строительного лицея, но и для всего коллектива. Потому что, в принципе, это заслуга каждого работника строительного лицея. То, что мне такая великая честь досталась быть сегодня среди награжденных, я просто хочу сказать, что эта награда не мне лично. Это еще один раз признание подвига и Брестской крепости, и тех, кто сегодня делает все возможное, чтобы этот подвиг сохранить. Великий камень. Такое название получил Китайско-Белорусский индустриальный парк. Соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Своё имя парк получил от названия «Находящийся на его территории деревни». Также в документе прописаны условия для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, ускорения работ по строительству его объектов, а также повышения эффективности работы администрации. Кроме того, откорректирована площадь территории парка. Ситуация на востоке Украины резко обострилась. В регионе возобновлена активная фаза спецоперации. Украинская артиллерия и авиация наносят удары по базам ополченцев. В Донецкой области с самого утра гудят тревожные сирены. В городах идут ожесточённые бои. Рано утром под Краматорском неизвестные обстреляли пассажирский автобус. Погибли 4 человека, ещё 5 ранены. А в Донецке из-за взрывов остановлено железнодорожное сообщение. Сегодня утром президент Украины Пётр Порошенко объявил об остановке действия режима прекращения огня и начале активной фазы спецоперации. Напомню, 20 июня Петром Порошенко был подписан указ об одностороннем прекращении огня. Временное перемирие действовало на востоке страны до вечера 30 июня. Однако боевые действия остановить так и не удалось. Неспокойные на Ближнем Востоке израильские ВВС ночью нанесли массивные авиаудары по инфраструктуре террористов в секторе газа. Военная операция на западном берегу Иордана проходит уже несколько дней. Её начали после исчезновения израильских подростков, учеников религиозной школы. Накануне их нашли убитыми в районе Хевронского Нагорья. В поисках пропавших ребят принимали участие тысячи военнослужащих, полицейских и сотрудников спецслужб. Предположительно, юноши были похищены 12 июня. Бывший президент Франции Николай Саркази помещен под стражу. Сегодня рано утром экс-глава государства прибыл на допрос в отдел по борьбе с коррупцией и был арестован. Он обвиняется в превышении должностных полномочий в период с 2007 по 2012 года, когда он возглавлял Пятую республику. Кроме того, ему вменяется нарушение тайной следствия. Согласно французским законам, Саркази могут оставить под стражей на сутки, после чего ему должны будут предъявить обвинение. Если вина высокопоставленного чиновника будет доказана, то бывшему президенту может грозить до трёх лет тюрьмы и штраф в 400 тысяч евро. Сильный шторм с градом обрушился на американский штат Айова. Порывы ветра достигали 145 километров в час. В результате разгулы стихии ранения получили 10 человек. Некоторым потребовалась госпитализация. Повреждены крыши десятков зданий, разбиты стёкла в домах и автомобилях. Частично нарушено электроснабжение. Без света остались свыше 95 тысяч человек. Отменены сотни авиарейсов, нарушено и железнодорожное сообщение. В настоящее время специалисты подсчитывают сумму нанесённого ущерба. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Более 300 тысяч исследований Комитет судебных экспертиз отмечает сегодня первый день рождения со дня образования. Новое ведомство в прошлом году объединило в себе экспертное подразделение вооружённых сил МЧС и Минюста. Главные задачи, которые ставились перед Комитетом, кардинально сократить сроки проведения исследований и решить кадровые вопросы, были успешно выполнены. Только лишь в срок свыше установленного 30 суток проведено чуть менее 2% экспертиз. Да, цифры говорят сами за себя, что действительно удалось Комитету решить вопрос со сроками проведения. Тем более, что эти 2%, о которых я говорю, в основном это экспертизы, которые в своих технологическом процессе имеют такие сроки давности свыше 30 суток. Конечно, проблемы все за один год сразу не решить. Впереди у нас ещё много таких насущных проблем. Это улучшение материально-технической базы, это взаимодействие с экспертными службами других государств. Ещё большое поле деятельности для дальнейшей работы Комитета и его развития. Установителям в Беларуси окажут господдержку. Новые виды помощи предусматривает соответствующий указ президента. Теперь ежемесячные выплаты таким семьям будут назначаться только в отношении усыновлённых детей-сирот, постоянно проживающих в Беларуси. Также усыновители будут иметь право на кратковременный отпуск сроком до 90 календарных дней. Такая возможность будет предоставляться по месту работы одного из усыновителей для адаптации детей в новых семьях. Третье не лишнее. Новая детско-юношеская школа по академической гребле открылась в Минске. Объект расположился в столичном микрорайоне Серебрян, учебную базу реконструировали с 2010 года. А стоимость проекта составила 60 миллиардов рублей. Поздравляли юных спортсменов и их тренеров, сегодня представители руководства страны. К ним присоединились и ветераны. Торжественное событие специально приурочили ко Дню независимости. До открытия гребной базы было 292 человека занималось. В связи с открытием этой базы в плане комплектования будет 530 учащихся. Два раза больше. То есть потребность растет, дети хотят заниматься спортом. Новый объект стал третьей учебной базой по академической гребле в Беларуси. Не зря школу открыли в одном из самых густонаселенных районов Минска. Уже с сентября обучаться гребле в ней смогут около полутысячи детей и подростков. В штате 24 профессиональных тренера, а техническое оснащение – одно из самых современных. Кроме профессионального оборудования, игровые залы, площадки и эллинги. Также школа сможет принимать детей с ограниченными физическими возможностями. Здесь большое количество тренажеров, которые специально для спортсменов академической гребли. Гребной бассейн усовершенствованы. То есть все новые технологии, я думаю, были направлены именно на этот объект. Эта школа вырастила многих олимпийских чемпионов. Елена Хлопцева – первая олимпийская чемпионка по академической гребле 80-го года. Все на одном месте. Эллинги, тренажерный зал, грибной бассейн. То есть гребец может заезжать и тренироваться в одном месте, готовиться на соревнования. Люди с ограниченными возможностями, опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению. Для них сделаны все условия. Лифт сделан для инвалидов-колясочников. Туалеты оборудованы специально тоже для инвалидов-колясочников. Далее спортивное обозрение Светланы Сиротко. Следующий выпуск новостей в 19.30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго.